А мы приглашаем на сцену умница, красавица, поэта и философа Вирочку Давыдову! Ху-ху! Это он работает? Да. Он странный, мы этого не... Просто мне плохо слышно, я не понимаю. На самом деле, очень приятно выступать по такому поводу. Си существует уже дольше, чем я выступаю, и всех к этому участвовать я хотела поздравить. Спасибо! Над моим столом табличку сделай, надписью украсть цементную смесь. Самая сухая и черствая девушка засохла и состарилась здесь. Без слез, без любви, лишь работа до деньги, до пары стихов по выходным. Глупая, она собирала копейки, мечтала свободу на них купить. Бабочки в животе просыпались с зарплатой. С получением премии кружились вихрем, и если бы кто-то сказал ей, хватит, бьюсь об заклад, они бы не затихли. В ее жизни так и не было принца. Выделенные бабочки требуют жертв. Пожалуйста, скажи, что мне все это снится и к моему сердцу ведет какой-то нерв. Спасибо! Я вообще сейчас хотела прочитать многое, еще не читанное, поэтому заранее извиняюсь, если я соблюсь. Самый кайф умереть в девятнадцать. Ты свежа, молода, любишь смеяться, не присытилась жизнью, не довелось нахлебаться. Ты невинна, как мамин сервис из фаянса. Язлуками не мечена, ты многолика, ты медас и ты демодика, ты понти-пилат и ты же ешуа. На костях пляшет веселый гонеша, а брат его с каждым срубает головы. Мама учила все делить поровну. Мама учила, мудрый все стерпит. Вертится жизнь, и каленый вертел, ты на нем вертишься, тушка индюшки. Все перемелится, все будет лучше, все непременно завтра наладится. Или потом, в четверг или в пятницу, главное, чтоб сверху кто-то помог. Спасите, помилуйте, гражданин Бог. Самый кайф сдохнуть на точке экстремума. Чтобы нас помнили честными, смелыми, умными, сильными, трудолюбивыми фотомоделями с прямыми спинами. Но колесо сансары все вертится. Наша жизнь зернышко, обычность мельница. Все мы однажды умрем и состаримся, и ничего-то от нас не останется. Жизнь убивает нас с каждой минутой. На вырост гроб под расчет массы брута, ладаны, свечки, все ни о чем. Похороните меня в голубом. В шкафе пылятся заветные корочки. Долго еще будет мпиться веревочка. Все вокруг алчный, коварный и мелочный. А я не хочу быть старой и немощной. Пусть мое знамя рдеет в истории. Раз жизнь мучительная, будто хория. Мельник уйдет и захлопнет кролиточку. Это и будет конец моей ниточки. Спасибо. Давайте еще одну, которая не чиненая. Напротив моей учетной записи обычно принято ставить прочерк. Меня зовут Вера. Я пишу так себе, да и со сцены читаю не очень-то. Да, я стараюсь, рву диафрагму, лишь бы мне только похлопали зрители. Мне развлекать вас крайне отрадно и в то же время в край утомительно. Ведь каждый мой выход – публичная порка. Я заикаюсь в приступ паники. Я так и осталась забитым ребенком, без мамы, рыдающей в детском садике. Однажды звезда моя в небо поднимется. И весь мой труд будет оценен. Этой днем я угрюмая скрытница. А по ночам я мечтаю о сцене. Всем спасибо, всем хорошего вечера. А креативное задание или вопросики, чего-нибудь хочешь? Я не уверена, что справлюсь. Я могу попробовать и сказать, будет ли будет или нет. Ты можешь на вопросы просто поотвечать. Мы перейдем прямо к квартирнику сразу. Хочешь на вопросы зала поотвечать? Ну, если у зала есть вопросы... Ну, конечно, я-то знаю, тут столик у них всегда есть вопросы. Традиционно. Сергей, есть вопрос нетрадиционный. А вы же журналисты, Сергей, вы не можете не задать вопрос. Сколько? А что нужно сделать? Вопрос надо. А, Верочка. Верочка, вам сердючка знакома, нет? Слишком знакома. Когда я училась в школе, все знали только Верку-сердючку и все время мне это припоминали из-за моего имени. Вот это стихотворение, крайне, которое было по поводу публичной порки и то, что это все страшно, да? Ну, это не вопрос, это скорее как бы мнение, да, что можно переходить уже на другую стадию, потому что ты психологически в этот момент уже перешла и ты великолепно справляешься. То есть из всего сегодняшнего мне это понравилось очень искренностью. Я это путаю, да, с мнением жюри там и так далее, да? Это все равно приятно слушать. Вера, спасибо тебе. Спасибо, Саша. Может, еще у кого-нибудь есть вопрос к Верочке? Что тебе нужно для счастья? Вот, Вера, вот, что тебе не хватает? Вот, скажи. Ну, наверное, как и все, главное, в гармонии с собой. С гармонами. С гармонами. С гармонами все в порядке. Еще какие-то вопросы, друзья? Верочка, спасибо тебе огромное. Вера Давыдова. Искренне извините.